Как правило, красивые девушки очень не любят, когда делается акцент на их внешности, потому что и это естественно, они всего хотят добиваться вне контекста своей красоты. Так ли это в сегодняшнем случае, мы узнаем сейчас у Агнии Биткоцкиты. Добрый вечер. Я, кстати, почему насчет красоты, потому что видел одно интервью, ваше совместное с вашей мамой Татьяной Лютаевой, и она как раз по этому поводу очень говорила, что что такое, почему все время говорят, что я, она бесспорно очень красивая, одна из самых красивых актрис наших, что актриса должна всего добиваться талантом. Это разве так, разве внешность это не тот дар, которым надо гордиться, и который надо пиарить, и который не надо скрывать? Как вы считаете, или вы с мамой солидарны? Мне кажется, что внешность, она и так видна, что особо ничего тут не скроешь, если что-то есть. Да и вообще, что такое красота? Говорят, что это симметрия. Симметрия? Говорят, что да. Мне тоже, в принципе, так кажется. Поэтому мне кажется, что красота, все-таки она где-то там внутри, и что только пообщавшись с человеком лично ты можешь определить, красив он или нет. Потому что я знаю очень много таких вариантов, таких, было таких знакомств, когда внешне вроде бы все симметрично, а внутри очень пусто. Например? Ну, по именам. Да. Я, честно говоря, сейчас и не вспомню, наверное, да и обижать никого не хочется. Понятно. Кстати, насчет имен. Я немножко запутался. Агне или Агне, правильно? Агне. Агне. Агне, да. Это литовский вариант. Есть такая буква Е с точечкой. Ага. Это Э. Ага. Понятно. А и на самом деле еще написано, что теперь вы Чадова после замужества, после того, как вышли замуж за Алексея Чадова, вы теперь... По паспорту вы как? Детковските. А, понятно. Значит, все-таки неправильная информация в Википедии. Если мы про имена говорим, то сейчас я хочу как раз рассказать о нашей традиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это вот такой зверь, он бездомный, а мы найдем ему дом. А перед этим мы придумаем ему имя. Это мальчик. Вот, и если вам что-нибудь придет в голову, как его можно назвать... Хорошо, попробуем. Да, то вот он такой достаточно боевой, непослушный. Постараемся его зафиксировать. У вас, кстати, коты были в детстве? В детстве был... Мы его привезли из Москвы. Танго его звали, кстати говоря. Но потом он благополучно переместился жить к бабушке. А что значит, привезли из Москвы? Вы ведь родились в Вильнюсе. Я родилась в Вильнюсе, конечно. А мама привезла из Москвы со съемок кота в Вильнюс. Понятно. Значит, вы до 15 лет жили в Литве. Да, совершенно верно. И в семье вы общались на каком языке? На литовском. Я русский язык выучила, я не знала. И мама тоже говорила на литовском, да? Мама говорила на литовском, естественно, потому что мы жили в Вильнюсе. Я ходила в литовскую школу. И, в принципе, на русском языке знала, здравствуйте, до свидания, пельмени. Какие-то такие слова. Потому что у меня бабушка, царство небесное, одесситка. И жила в Одессе. И все-таки она на литовском не разговаривала. Вот, поэтому... А думаете вы на каком языке? На русском уже давно. А, ну... У меня поменялось. Вот я где-то по истечению года, может быть, двух, уже стала считать себя коренной россиянкой. Потому что все равно молодежь, мне кажется, она быстро адаптируется к пространству. Ну, не хочет пока, может быть, сниматься, говорит, не надо. Ну, нужно, чтобы смотрели, какой он красавец. Еще хлопает. Потому что если ты такой будешь непослушный, тебя никто не возьмет. Ну, ладно, мы его отпустим, наверное. Мы ему дадим литовское имя, и он успокоится, он срастанет медленнее сразу. Вот он злится. Ладно, иди. Вот. И вот где-то через год, когда я уже более-менее набрала какой-то такой небольшой, но все-таки словарный запас, я стала думать на русском, и сны тоже стали сниться на русском. Вот интересно, я помню именно этот переломный момент. А читаете вы по-прежнему? На литовском? Да. Есть какие-то книги, которые я все-таки пытаюсь не забывать язык. Мне кажется, что чем человек больше языков знает, тем он более приспособленный. Я как-то считаю себя космополитом и, в принципе, могу приспособиться где угодно. Поэтому хочется знать все больше и больше и больше, и, естественно, не забывать свое. Я к чему насчет чтения подвожу? Вы читали то, что пишут про вашу... не вашу работу конкретно в фильме «Ви», а вообще об этой работе? Об этой работе? Да, о фильме «Ви» в 3D. Ну, если там можно было увидеть что-то, успеть... Я особо, честно говоря, не читаю о себе, поэтому, может быть, вы мне скажете. Я предпочел бы не говорить. Ну, потому что, да, вообще, общее мнение, что фильм не получился. Абсолютно с вами соглашусь в каких-то моментах. Не со мной. Я фильм не видел, я просто читал отзывы и зрителей, и, главное, специалистов, людей, которые, в общем, как бы считают, что понимают. Ну, я также... мне встречались специалисты, которые тоже считаются, что понимают, и зрители, тем более, и писали мне лично какие-то письма. И мнение с моим очень совпадало у людей и у специалистов некоторых, которых... Так, давайте мы проартикулируем это мнение, озвучим. Что это за мнение? Многие говорят, что это, несомненно, большая картина, мейнстримовская абсолютно, естественно, что, в принципе, не стыдно, что эффекты вроде бы неплохие на самом деле. Актерская работа у всех замечательная, но... но, 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 но... Я абсолютно... то есть мне нечего скрывать, я могу говорить спокойно, открыто, что... Мне тоже очень много чего не хватило в этом кино. Я вообще не любитель мейнстрима, я вообще не любитель... То есть вы арт-хаус предпочитаете? Да, да. Да, ну, вот вы можете, допустим, как-то на вскидку назвать несколько ваших любимых вообще лент или режиссеров, или вот каких-то вот так, чтобы вы составили представление? Ну, это... конечно, в принципе. Я могу, я могу сказать, что мне... я просто я очень такой... стараюсь смотреть кино от девятисотых и по сегодняшние дни, и хочу понимать, что происходит. И мне более всего интересно, например, наблюдать за режиссерами, которые считаются классиками, но по сегодняшний день снимают кино. Это как Торнаторе, я его обожаю, я его абсолютный поклонник, кафе Парадиза для меня это... Ой, новый кинотеатр Парадиза, извините, пожалуйста. Одно из любимых картин. И мне очень симпатична его последняя картина под названием... Не, 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 не... Лучшее предложение. Лучшее предложение, простите, пожалуйста, заедает сейчас. А вы из кинематографической семьи, ваш отец режиссер, или он не кинорежиссер, он режиссер театра? Он заканчивал в ГИК. Да, выпускник ГИКа, мама ваша любимая, известная у нас в стране актриса, замужем вы за актером, тоже любимцем публики. При этом ваши персональные предпочтения, вкусы совпадают, допустим, со вкусами вашего мужа, Алексея Чадова. Вы знаете, совпадает, наверное, в основном, но, скажем, 70 на 30. Все-таки я люблю... Он любит мейнстрим, он любит боевики, он любит... А я люблю... Мне, например, «Меланхолия», картина Триера, очень понравилась, и я там увидела какие-то моменты, близкие для себя. Леша же абсолютно не приверженец такого творчества. То есть там рассекая волны, да, а вот... Мне очень понравился «Нью-Йорк», «Нью-Йорк» Кауфмана, я, кстати, недавно посмотрела. То есть у вас достаточно высокая планка. Означает ли это, что вам иногда приходится отказываться от предложений по работе? В основном это... В основном приходится? В основном приходится. Я не говорю, что я какая-то хорошая, а кто-то какой-то плохой и предлагает мне что-то. Но, к сожалению, нету таких предложений. А вы когда отказываетесь от того или иного предложения, вы это с кем-нибудь обсуждаете или это целиком ваше? Я доверяю себе. Но уж с детства, наверное, так закладывается, что подойти и сказать «Мам, дружить мне там с этой девочкой или не дружить?» И мама скажет «Конечно, не дружи, она же плохая, она курит, пьет». И ты скажешь «Да, хорошо» и не будешь дружить с этой девочкой. Это то же самое и с предложениями, потому что все-таки я считаю, что каждый человек, он свой путь кует сам. И это моя дорога. Как бы там ни было, я решение должна принимать сама. Тем более у меня такой характер. А как у вас характер? Очень сложный. Ну а в чем сложность? Вы, допустим, в себе, то, что называется, копаетесь? Я очень в себе копаюсь. А вы кто по знаку? Телец. Телец, да. А соответствует тому, что пишут? Какие-то проблески есть, но, в принципе, пишут такое огромное количество информации. Я склонна верить больше, наверное, психологии, чем знаком задержания. Вы что-то читаете, да? Я поступила на психолога, да. Вы с Перуана психолог поступили? Да. Да. С этого года. А, с этого года? Да. А, вы с этого года поступили? Понятно. Вдруг? Вдруг. Мне просто это очень интересно. Я считаю, что это имеет непосредственное отношение к нашей профессии. А в какой момент вы для себя определились, что вы будете работать в кино? Вот учитывая контекст семейный, наверное, достаточно рано? Наверное, с детства. Ну вот прям с какого детства? Прямо вот с такого, когда я смогла сказать, а кем ты будешь там, я сказала, а крыса, отвечала я. И стала крысой на самом деле. А вы участвовали в каких-нибудь школьных, там, не знаю, постановках, спектаклях или нет? Да, конечно. Почему, конечно? Ну, у нас просто, ну, мне кажется, что в каждой школе всегда просто там, если этого не делать, то, в принципе, как наши мероприятия вот эти школьные, чем будут заполнены? Мы пели, мы писали какие-то песенки с классом, выигрывали какие-то конкурсы. Но я тяжелый подросток была. И в школе я так... То есть вот это вы упомянули насчет пить-курить, вот это все было представлено в ассортименте, в полном. А сейчас уже наконец-то, да, пришло время, пришло время к семейной жизни спокойной. У вас спокойная семейная жизнь? Абсолютно. Ну, я лет 17 была готова рожать детей. Я на самом деле семейный человек, просто, как говорится, попала не в ту компанию и все, закрутила. Ну, я так понимаю, что родители у вас развились достаточно рано. Вы переживали, да? Нет. Нет, не переживали? Я не знаю, я сейчас так говорю, на самом деле любая передряга в семье, она откладывает отпечаток на психологию детскую абсолютно, и потом уже ты вырастаешь. Но кто-то ломается, а кто-то наоборот. Может быть, кому-то это помогает. Ну да, говорят же, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Сильнее, да. Вы верите в этот тезис? Верю. Хорошо. А что было... Вы можете не отвечать на этот вопрос, но если вспомните, то скажите, что было самым большим переживанием или самым большим горем, самым большой трагедией в вашей, в общем-то, еще очень небольшой жизни? Что вас не убило, но сделало вас сильнее? Вы можете не отвечать на этот вопрос. Нет, это очень интересный вопрос, на самом деле, и мне интересно об этом подумать. Но я думаю, что все-таки, слава богу, таких ситуаций... Хотя у каждого оно абсолютно свое. Кого-то смерть близкого убивает, и кто-то не может всю жизнь от этого. Бабушку. По какой линии? Бабушку, дедушку, да. Это мамина мама. Четыре года назад у нее был инсульт в Москве, вот она в Одессе. Но это тоже, как сказать, видимо, я так настроена на жизнь, что, мне кажется, ни одна ситуация меня не сможет увести в глубокую депрессию. То есть вы волевой человек? Я позитивный, очень позитивный, я стараюсь любое, я очень прислушиваюсь к знакам и стараюсь любую, вот, как сказать, палочку в свое колесико, очень аккуратно, нежно достать и идти дальше, естественно, обратя на это внимание. Вы упомянули бабушку, она тоже была из богемы? Нет, она врач, психолог, психиатр, занималась саджоком 20 лет, колола иголочки, лечила людей, и у меня абсолютно это есть, есть во мне, и поэтому мне это очень интересно. Значит ли это, что вы для себя рассматриваете опцию вообще погрузиться, допустим, в психологию и уйти из профессии? Нет. Нет. Вы считаете, что эти вещи можно совмещать? Совместимы, абсолютно. Смотрите, существует такой тезис, достаточно распространенный, что актер вообще, это означает полное отсутствие личности. Вот Толстая, допустим, писатель Толстая, он сказал, что никогда не приглашает в свою передачу актеров, потому что там не с кем разговаривать, потому что это всегда какая-то роль. Что актер, он всегда вот играет кого-то или чего-то. Я согласна. Вы согласны с этим? Абсолютно согласна, но я себя такой не считаю, потому что у меня все-таки, наверное, к счастью, очень рационализм присутствует в моем характере. Четкость и нет отклонений от, так сказать, пути, которого я выбрала. Потому что роль – это роль, и ты приходишь, ее играешь, ты ее переживаешь, естественно, какое-то время. Но жить в ней, и потом придумывать еще себе какие-то образы разные, вот, вот, я не знаю, это очень, честно говоря, сложно и непонятно. Может быть, это и существует во мне, но я об этом не знаю. Вот смотрите, возвращаясь к Вию, вы играли там роль, которой в оригинале, в литературном, не было. То есть это такая альтернатива паночки, да? Это то, что было бы. Да, то, что было бы, если бы правильно совершенно. Вы что-нибудь привносили в эту роль? Или вы такая актриса, вот, которой режиссер сказал, что он хочет, и вы стараетесь, нет? Нет. То есть вы импровизируете? Конечно, конечно. Почему, конечно? Агнина, почему, конечно? Может, у меня такое слово поразит, конечно. Ну да. Импровизирую, естественно, и мне очень интересно, все равно же тебя берут за какой-то твой базис, который ты смог показать на пробах. Ну, видимо, да? Да, и дальше уже, советуясь режиссером, ты лепишь того или иного персонажа, человека. Я стараюсь как-то там, старалась еще в то время, когда мы снимали, иногда становиться ею просто вот в каком-то разговоре. Она не ведьма. Ну, хотя все женщины ведьмы. Что это я? И правда. Хорошо. Мы сейчас приступим к финальной части нашей передачи, но нам надо придумать имя сбежавшему коту, потому что мы ему дали независимость, как в Литве в свое время. Он так же, как Литва, исчез в нашей жизни. А мы можем ему дать такое... Мы можем дать ему любое имя. Может, даже больше, наверное, подходящая женщине, но мне очень это слово нравится. Да, давайте, что за слово. Правда. Правда? Правда, да. Хорошо. Это объясняет кое-что о его характере, потому что правда, она такая, она иногда бывает с когтями. Я люблю правду. Да? Поэтому сейчас будем играть. Да, да. Это игра в правду. Это... Я всегда для того, чтобы как-то отмазался, говорю, что это нам Гоша Курценко научил. Это правда, это правда. Если что, к нему. Он научил, да. И это французская в оригинале игра. Очень просто. Здесь все... Четыре фишки разных цветов. Вы вытягиваете фишку. Соответствующего цвета выбираете карточку. На карточках написаны вопросы. Голубые – это наподумать. Красные – это откровенные. Желтые – неудобные. Белые – это свободный вопрос. Это значит, я буду карточку вам выбирать. Если вас не устраивает вопрос... Давайте красные сразу. Почему, почему сразу? Нет, это... Мне хочется откровенно. Так. Впервые у меня человек, который хочет откровенно что-то сказать. Вот что-то. Вы меня, кстати, поразили, потому что я всегда люблю, когда вот тезис о том, что женщина красивая, она часто и чаще всего еще и умная. Мне всегда нравится, когда я вижу доказательства вот эту тезис. Спасибо, очень приятно. Вообще спасибо, спасибо. Папе с мамой. Нет, очень. Это они вас сделали, а не я. Но бог его знает. Может быть, вы вдруг мой отец сейчас окажетесь. Но мы с вами чем-то похожи. Да, однако. Я с вашей мамой даже не знаком. Так что вы приводите ее. Ну, знаете, все так говорили. Так, желтые. Ну, желтые, это да, это те еще вопросы. Выбирайте, да? Не буду желтую карточку, да. Давайте вот это. Неловкий. Нет, да, читайте. А, я должна. Неловкий вопрос. Мне нужно неловко тоже так. Приходилось ли вам намеренно наблюдать интимная сцена через окно соседней квартиры? Только или автомобиля? Я дочитаю. Только об этом говорили. Конечно, приходилось. У моих друзей напротив, вот у них новостройка и еще один дом напротив. Я тут же сразу начала рассказывать, да. И там жила и живет до сих пор одна бабушка, которая сдавала одну комнату кому-то. И там жила девочка, которая каждый вечер раздвигала вот так вот шторки, чтобы было видно, садилась на стул и начинала соответствующие сцены проводить. То с бритвой, то без нее, то полежит, поиграет в планшет, то отбросит и опять сядет. И я только сегодня об этом вспоминала, а сейчас ее там нет. И вся семья быстро бежала к окнам. С воображением сейчас нарисовали. Бабушки, я могла бы еще и показать, но не буду, наверное. Так, давайте еще. Откровенный вопрос. Вам иногда кажется, что ваш партнер крайне скучный человек? Да, вот как партнер это, видимо, Алексей все-таки. Да, я поняла. Нет, ну его... А вдруг еще? Нет, нет, нет. От такой, извинитесь. Нет, ну мало ли. Нет. Крайне скучный, нет. Иногда, конечно, каждому человеку кажется, что... Может быть, вы расходитесь в интересах. Но, слушайте, мы 8 лет прожили вместе. Вы 8 лет, там, неподряд же, да? Ну, не подряд мы расходились, но это брейком, это все равно были какие-то переписки, то есть все равно человек присутствовал каким-то образом в твоей жизни, в моей. Но еще за 8 лет не соскучились, это настоящее. Да. И последний. Это свободный вопрос, это значит, я сам, я выберу, наверное, вам... Ну, давайте, раз вы... Крапокрасненьким. Да. Да, давайте. Да, давайте, Крапок, да. Пожалуйста. Изменяли ли вы когда-либо своему партнеру, возможно, не текущему? Нет? Ну, странно было бы... Странно было бы услышать какой-то другой... Да, вы знаете, да. У вас есть еще время. Я вам верю. Спасибо. Я вам верю. Я очень поверил своему сегодняшнему гостю, она меня очень приятно поразила. Это правда, я не про всех так говорю. Спасибо очень. Вот. Мы делаем вывод, что в правду лучше не играть, а в кино лучше играть. Как это делаете вы? Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.